Всем привет, мои хорошие! Сегодня пятый день, как я принимаю антибиотики. Шикарно себя чувствую, очень хорошо. И, кстати говоря, вот когда у меня до начала приема антибиотиков было состояние такое, знаете, вялое какое-то, да? И что-то делать было лень. Но это, наверное, была слабость. А сейчас я чувствую себя отлично, слабости нету, все бодренько себя чувствую. И поэтому сегодня буду для вас и снимать влог, и еще сегодня хочу снять готовку. Я давно уже не снимала для вас отдельно готовку. Я буду готовить три блюда, поэтому они будут в отдельном видео. А сейчас я только что посмотрела влог моей дочки. Хочу вам сказать, что влоги Селены своей меня вдохновляют, честно говоря. Очень оптимистично все. И как раз вот я сейчас не вижу Денечку. Очень много времени с ним проводила, вот с самого его рождения. И сейчас уже сколько? Да, уже три недели, как я нахожусь дома. Нахожусь отдельно от всех. Самоизоляция у меня такая, болела. И не видела внука. Но я хотя бы вижу его на видео. Вижу, как они там дурачатся, веселятся, как он играется. И, в общем, как будто побывала с ним. У меня видео влоги, вообще влоги моей дочки, они меня вдохновляют. И вселяют какой-то оптимизм и даже какой-то задор. Вот. И вот на такой хорошей ноте я начинаю этот новый влог. Ну, а что я сегодня собираюсь сделать? В общем, сейчас я собираюсь сходить в магазин. У меня кое-какие продукты закончились. Хлеб опять закончился. Оденем масочку и вперед. И нужно кое-какие продукты мне докупить для готовки. Кстати говоря, у меня же есть мультикухня Redmond. Я готовила в ней, показывала вам разные блюда. Но давно уже ничего не снимала, давно ничего не показывала. И я еще давно-давно собиралась попробовать картошку фри сделать там. И наггетсы тоже фри. В общем, я решила устроить дома Макдональдс. Сделать еще и сырный соус. Вот. Так что я сейчас буду собираться и отчаливать в магазинчик. На улице шикарная погода. Батареи у нас вчера отключили. И вот мне сейчас в комнате... Хотя у меня батарея давно отключена. Я закрыла краны. Но так как у меня проходит труба и сверху еще проходит труба, все равно какое-то отопление оно присутствовало. И очень часто приходилось открывать окно для того, чтобы проветрить комнату. Даже не потому, что там свежий воздух нужен, а просто жарко становилось. При том, когда солнце разворачивается сюда и начинает прямо в комнату полить, я фольгу на окна еще не завешивала. Но в принципе фольгу не очень-то хочу. Мне нужно просто будет поменять занавески. У меня есть более плотные, которые солнцезащитные занавесочки. Но так как сейчас еще не очень жарко, поэтому я не спешу занавески эти вешать. Пока зашториваю этими, которые есть, они такие вот у меня. Желтый свет дает в комнате. Может быть вы заметили, у меня в видео иногда бывает желтый свет. Это вот от занавесок освещение. Вот, что еще, на какой вопрос я хотела, у меня там был вопрос в комментариях. Я хотела ответить, вот эти подушки заинтересовали кого-то, где я брала эти подушки. Ну, во-первых, вот эти подушки и вот эти вот наволочки все. Это я покупала в универмаге, которая находится рядом с моим домом. Универсальный магазин. Универмаг эконом. Но я там покупала свои джинсы. Там много продаются всяких разных, много-много всяких разных вещей. Вообще большой очень магазин двухэтажный. И вот такие вот наволочки хорошенькие я там покупала. Ну, все, мои хорошие. Я, в общем-то, собираюсь в магазин. Ну, что, мои хорошие, отправляюсь в магазин. Одела масочку прямо серенькую, под кофточку серенькую. Я в маске тут одна, я смотрю, я вышла, несколько соседей встретила. И все без маски, одна я в маске. Ну, ничего, я вот такая. Береженого Бог бережет. Ну, что, идем, идем. Как хорошо, когда бодро себя чувствуешь. И идти легче прямо. Хорошо. Столько людей. Столько машин. Единицы в маске. Так бы уже давно карантин сняли, если бы сразу все поодевали в маске. Было бы хорошо. Ну, все, в магазин не кишла уже. Ну, вот притащила сумки. Как всегда, набрала полные сумки. А чего я там понабрала? Ну, картошка закончилась, бумаги мало, овсянка. Тут мясо у меня. Мясо там, тесто слоеное. Ну, и тут хлеб, яйца там, сыр, масло, сметану. Ну, в общем, такое все. Все нужное. Все в дом. Всегда набираю полные руки. Потом тащу, еле-еле. Вот такой человек я. Вот такая вот натура. Теперь все это еще перемывать. Ну, вот почти распаковала все. Как было раньше, хорошо. Идешь в магазин, принес продукты, рассувал и все. Сейчас надо все перемывать. Ну, вот я мою вот этим вот средством. Кстати, дочка тоже моет. Это для мытья посуды, детских принадлежностей. Оно без запаха, без всяких там вредностей. Вот все, все, все. Фрукты, овощи. Ну, кроме картошки. Все перемываю. Все это с мылом. Ну, с мыльным вот этим вот раствором. И потом вытираю. Все раскладываю на место. В общем, на это уходит много все-таки сил и времени. Лишние силы и времени на это уходят. Мало того, чтобы купить, принести, притащить и все перемыть. Пока я ходила в магазин, у меня целый день было открыто окно. Я прихожу домой. У меня 25 градусов температура. В комнате. И, в общем, я закрывать окно даже прямо и не хочу. Фух, девчата. Короче говоря, пока я все продукты перемыла, перебрала мясо, я что-то так устала, что мне не хочется ничего готовить сегодня. Я собиралась сегодня снять готовку. Вот. Но сумки тяжелые пока притащила. И, кстати говоря, кто-то там писал в комментариях, что почему дети вам не принесут продукты. Ну, мои дорогие, во-первых, я сама в состоянии ходить. Во-вторых, сейчас я себя чувствую уже прекрасно, замечательно. И я не хочу своих детей утруждать. При том, что магазин у меня совершенно рядом с домом. У меня и мясной магазин, и пятерочка, и магнит. Все-все рядом, прям за углом. Сын у меня работает с утра до вечера. Домой только переночевать приходит. Я его трогать не хочу. Дочка с ребенком тоже. Вот представляете? Ну, мало того, что она должна сесть в машину с ребенком, приехать в этом своем подъезде, в моем подъезде, в магазине. Народу полно, на улице полно. Очень мало людей в масках. Дистанцию, конечно, никто не соблюдает. Вообще-то на улице сейчас тепло, очень даже жарко. Как летом прямо. И, честно говоря, если бы мне не встречались вот хотя бы изредка люди в масках, можно было бы подумать, что это обычный выходной день. Люди все дома. Ну, в смысле, на улице большинство, много очень людей. И как-то так все ходят, гуляют. И, в общем, даже нельзя подумать, что там на улице какой-то коронавирус. Это я только в маске вот вышла и прямо в маске зашла, не снимала ни разу ее на улице. Вот, потому что я так думаю, что у меня, скорее всего, была просто простуда. И все равно я боюсь заразиться. И продолжаю я все дезинфицировать, все перемывать и ходить в маске. Все как надо. Ну, так, на всякий случай. Я не знаю, поможет, не поможет. Но пусть будет лучше. Да? Соседки повылазили, на лавочках сидят, болтают. Все без масок. Детки гуляют на детской площадке. Там, наверное, детей 5, я, наверное, насчитала. В общем, бегают, друг с другом контактируют. Естественно, все без масок. В общем, короче говоря, вот так. Народ расслабился, народ гуляет. Ну, а я сейчас, наверное, все-таки прилягу отдохнуть. Надо полежать, немножко сил набраться. Включу телевизор, что-нибудь посмотрю. Ну, а потом будет видно, буду я сегодня что-нибудь готовить или нет. В принципе, мне сейчас еще и пообедать уже пора. А пообедать у меня есть чем. У меня есть картошечка с рыбкой, там сосиски у меня. В общем, продукты еще купила. Так что готовить пока у меня нету такой срочной необходимости. Поэтому, возможно, я это отложу. Мероприятие на завтра. А сегодня, может быть, не буду ничего делать. Ну, посмотрим. Всем доброе утро! Наступил следующий день, девочки. Я вчера немножко отдохнула. Потом решила, что все-таки нужно эту готовку мне приготовить. То, что я запланировала. Потому что сегодня у меня уже другие планы. Вот. И я вчера вот это вот готовила. Сейчас монтирую для вас видео. И оно скоро уже выйдет. Ну, готовку я выпускаю раньше, чем влог. Потому что готовку приготовил и все. И можно монтировать. А влог нужно снимать, может быть, не один день. Но как я вчера это готовила? Это что-то. Во-первых, я фри никогда раньше не готовила. А там в рецепте, вот у меня картошка фри, первый заход не получился. Там в рецепте написано, там, 200 грамм картошки. И не написано, как ее резать там. Ну, в общем, нюансов не знала. Я порезала ее, как подумала сначала, там, тоненькими такими, сружечками, как 0,5 сантиметров. Вот. Она у меня не получилась. Первый заход не получился. Я ее вышкрябывала с этой сеточки. Она прилипла. А я ее сначала в сетку положила, потом туда опустила. Я не мешала ничего. Она как прилипла прямо к этой сетке. Ой, в общем, короче говоря, потом ее вышкрябывала. Я ее еще немножко не доготовила. Она мягкая была. А фри, она уже такое вот, как корочкой берется, хрустящей. Ну, в общем, короче говоря, вот этих нюансов, которые не знаешь, готовишь впервые. Потом уже начинаешь догонять потихонечку, что нужно сделать по-другому. Но я потом, правда, думаю, раз уже я перевела масло, и в следующий раз, когда еще я захочу масло столько перевести, неизвестно, захочу ли вообще. Поэтому, думаю, надо попробовать еще раз. Вот все-таки должно же оно получиться. Но второй заход у меня уже картошка получилась нормальная. Ой, ну, короче говоря, вчера с одной стороны и смешно, но я решила не вырезать уже вот эту вот картошку. Думаю, посмотрите. Это все-таки, ну, не знаю, это смешно, как я там помучилась. По крайней мере, знаете, готовку снимать, вот как готовят обычно блогеры, да, ну, в общем, сухо и по существу, коротко, ясно по существу. Но мне так неинтересно снимать. Притом, у меня не такие условия, чтобы вот там эту вот съемку такую делать всю красивую. Вот. И для меня просто сам процесс вот этой съемки, вот сам процесс этот интересный. А если там что-то не получается, думаю, ну, а оно и у вас может не получиться в первый раз. Надо, чтобы вы мои ошибки учли и не делали так, как я сделала впервые, да. Вот. А второй раз я уже показала вам, как вот правильно нужно сделать, чтобы она там не прилипла, не поломалась. В общем, получилось как нужно. Вот. Так что вот такой вот экспериментик у меня получился. Да, что еще я вам хотела сказать? У меня отличное настроение, отличное самочувствие. Я же вам должна доложить, что полет идет нормально, как в космосе, да. Все прекрасно. Погода хорошая, солнечная. На улице прям лето. Вот. А я еще подумала, что нужно нам резину-то менять. Уже ж температура такая прямо летняя на улице. А что ж за резину? Ну, я уже попросила сына. Он сегодня выходной. И он пообещал сегодня съездить на шиномонтажку и резину поменять. Ну, колеса я храню у себя дома, в шкафчике. У меня вот там вот шкафчик за занавесочкой. Вы, кстати, интересовались, что там у меня в шкафу? Там у меня колеса, девочки, лежат. Ну, и всякое другое барахло, знаете, которое некуда хранить. Это кладовка у меня там. Вот. А почему она у меня за занавесочкой? Потому что там дверь поставить. Если поставить дверь, то тогда она должна открываться. А у меня впритык стоит диван. Поэтому все это шторочкой закрывается. И все. Вот такие вот дела мои хорошие. Ну, все. Скоро выводится это видео. Я вам советую посмотреть, если кто еще не посмотрел. Хоть оно и выйдет раньше. Но я знаю, что не все смотрят готовку. Но это не просто готовка. Это просто прикольная готовка, я так скажу вам. Так что посмотрите, как я там мучилась. На завтрак у меня, как всегда, овсянка. Но на этот раз я купила быстров, потому что не было моей любимой овсянки молли. Кстати, молли, она стоит дешевле. Вот я брала ее где-то 87, по-моему, она стоила. Упаковка 10 пачек. А быстров 6 пачек в упаковке стоит 130 рублей. Ну, вот заливаю 150 миллилитров примерно воды. И вот буду завтракать. И еще мне нужно пропить Линекс 2 дня. Я вчера закончила уже пить антибиотики. И еще 2 дня нужно будет пропить Линекс по 2 капсулы. Вот так, мои дорогие. Девочки, никогда не показывала свою кладовку. Ну, вот как раз случай показать. Видите, что? Вот они мои колеса тут у меня хранятся. И пылесос. И вообще там всякий хлам. А вообще надо бы там порядочек навести. Ну, вот сейчас начнем выковыривать колеса. А наверху вот там у меня всякая посуда, ну, всякая мелочевочка хранится. Ну, вот такой вот бардак у меня всякий раз, когда я вытаскиваю колеса. В общем, сейчас придет сын и с другом они спустят эти колеса в машину. А потом уже, когда я другие заложу обратно, и тогда я тут порядок наведу. Вообще тут надо повыбрасывать уже много чего лишнего. Фух, упарилась. Сын, конечно, мог бы зайти и вот это все сделать сам, но я не хочу терять время. В принципе, просто колеса вытащить из шкафа я могу и сама. Чтобы он не разувался. К двери я их сейчас передвину. И все. А пока надо сейчас посмотреть, что тут выбросить, заодно мусор зацепить. Ну, вот, как видите, справилась. В общем, выставила колеса за дверь. Сейчас одеваюсь, иду вниз, нужно прогреть машину. Вот. А сын уже поднимется, заберет колеса. Вообще, когда у меня резина была не на дисках, я сама легко справлялась. И сама эти колеса испускала и поднимала. Ну, и так это я была пободрее еще. Вот. А сейчас уже на дисках резина, поэтому тяжеловатые они. Ладно, короче, не буду томить. Пойду уже вниз. И если получится, немножечко поснимаю, как колеса у нас меняют. Ну, на телефон. Маску, главное, не забыть надо взять. Ну, вот, кто хотел посмотреть на мою машинку со стороны. Она, правда, немножко грязненькая. Вот, приехали мы с сыном, сын с другом. Приехали наши на монтажечку. Мальчики мне помогли с колесами. Сейчас будут их вставить. Ну, вот и все. Я вернулась домой, положила резину на место. Прибралась вот тут немножко. Так что у меня теперь в шкафчике более-менее порядок. Вот. И еще осталось мне сейчас пропылесосить. И все. И можно отдыхать. И еще осталось. Ну что, мои хорошие В общем, вот так вот за хлопотами прошел весь день Отделок вечера уже идет Сейчас пора уже отдохнуть Покушать, поужинать И смотреть телевизор Сегодня много интересных передач будет Ну а на этом я хочу свое видео закончить Кому мое видео понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан И до новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok